В таких обращений матерей к Путину в интернете можно найти тысячи. Наши ребята ушли добровольцами СК Архангельской области на СВО, подписав контракты с Министерством обороны. 18 мая они были отправлены на передовую, на Вабахмут-Кашарвудский лес, без жетонов и без каких-либо документов. Не может же весь 57-й полк воинской части 31-832 исчезнуть бесследно. На развязанной Путином войне бесследно исчезают многие российские оккупанты. Кто-то сгорает дотла под огнем артиллерии, кто-то дезертирует и прячется. Чьи-то ненайденные тела гниют на полях и в лесах. А родственники, подобные этим архангельским матерям, никогда так и не узнают, что произошло с их детьми и мужьями. Соответственно, не получат так называемые гробовые выплаты или пресловутую белую ладу. Модные показы, тусовки, заграничные путешествия и развлечения, яхты и гламурные фотосессии. А это не гламурная львица или жена бизнесмена-миллионера, а целый генерал-майор армии РФ Мария Китаева. 24 февраля 2022 года в 5 утра Путин начинает бомбить Киев и другие города Украины. В это время Мария была не в штабе, а в Лондоне с тремя детьми. У нее был отпуск. На 26 февраля куплены билеты на мюзикл Мэри Поппинс. Не пропускать же такое ради какой-то там войны. И это только начало. Мария до недавних пор была замужем за генералом Юрием Садовенко, на счету которого в смерти сотни тысяч людей. Он заместитель министра обороны РФ Шойгу. И возможно именно он отправлял архангельских мужиков на убой в Новобахмутовку. Но какая разница? Новое расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального показало в очередной раз, какая пропасть между теми, кого посылают умирать в Украину. И теми, кто отдает эти приказы. Вот зимой она катается на сноуборде в Куршевеле. Летом отдыхает на море в Италии. Ну а в межсезонье, конечно же, Дубай. Китаева работала журналисткой. Снимала сюжеты про Путина, который путешествует на ладе по России. Вы знаете, я, честно говоря, очень удивлен даже. Вела прямую линию с хозяином Кремля. Как идет, как сейчас идет, ребят? Маша, Маша, верните, пожалуйста. Спасибо. Да ладно уж, я подержу микроволю. Владимир Иванович, микрофон не дают в руки. Обещайте, что будет коротко. Одна из ее работ, фильм про работу Шойгу в МЧС, становится судьбоносной. Шойгу ставят на пост губернатора Московской области. И он приглашает Китаеву работать на него. Советницей по информационным технологиям. В 2012-м Кожугетович становится министром обороны. Китаева тоже уходит в Министерство обороны. И уже в 2014-м году Китаева становится советником министра обороны РФ. Это ранг приравнен к званию генерал-майора. А Марии тогда было всего 30 лет. Заместитель министра обороны Юрий Садовенко работает в Шойгу более 30 лет. И заприметил Марию, как только та стала работать с его шефом. И его интерес был не к профессиональным качествам Марии. У трех ее детей по документам фамилии Садовенко. Брак они не регистрировали. Дом на Рублевке. Миллионные траты на отдых за границей. Одежда мировых брендов. И поездки в Европу, в том числе, во время войны. Даже на генеральскую зарплату это невозможно. Журналистское расследование показало, как военное начальство далеко от своих подчиненных. Вы с одной стороны говорите, что да, что там ненавистный Запад. С другой стороны, там находятся жены, любовницы, дети, внуки и так далее. Вот опять же, возвращаясь к истории сталинского времени, там же никто на Западе не был. Все были в стране, были вместе с народом. И дополнительная капля, которая наполняет этот сосуд негатива и отторжения общей массы к российским элитам, которые демонстрируют откровенное лицемерие. Помимо баснословных трат, которые, видимо, стали нормой для генералов РФ во время, да и до войны, вишенкой на торте стало то, что Китаева, родив троих детей от одного зама Шойгу, ушла к другому заму, Тимуру Иванову. Вот такая Санта-Барбара. А вот на этом снимке у Китаевой даже виднется кольцо. Возможно, стоит поздравить молодых. Руководство РФ и Министерство обороны РФ лицемерно врет своему народу про украбандерцев, и что если бы не они начали войну, Украина напала бы первой. И пока простые россияне тысячами гибнут в Украине, в Министерстве обороны РФ живут и развлекаются, как настоящие бояре. Когда появляются такие расследования, это увеличивает эрозию путинской вертикали, это увеличивает прожение и отражение масс того, как происходит война. Хочется верить, что прозрение у россиян от таких расследований хоть и поздно, но наступит. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!